сегодня поговорим с вами о культуре управления данных появился такой новый термин что данными надо управлять этим летом к нам петербург приезжал сам владимир владимирович и заявил с высоких трибун что пора пора таки наконец применять управление на основе данных и мы как жители культурной столицы решили этот термин раскрыть на потому что слишком он общий ну и начнем вообще с понятия более глубокая культура на культуру управления данными что же такое культура и мы решили разобраться на вот смотрите например с одной стороны картины русского музея с другой стороны граффити если для меня как жители культурной столицы картины конечно же будут ближе но подростку наверное граффити будет ближе что же за это является настоящей культуры вот мы сегодня с вами собрались выступаем красиво оделись на сцену вышли да а кому-то ближе вот собраться как вот показывали нам недавно в сериале слова пацана на кровь на асфальте это тоже является определенной культурой ну кто-то уж не будем говорить вообще привык выражаться нецензурно а кто-то наоборот использует литературные выражения черпая их в книгах великих классиков ну мы можем и про культуру вождения поговорить да кто-то аккуратно пропускают мы в сан петербурге всегда раскланиваемся снимаем шляпу проезжайте но говорят других городах ситуация выглядит немножко сложнее и вот у каждого из нас есть культурный код и зачастую мы его даже не чувствуем я вам расскажу одну историю бывал я в западной стране в канаде часто там бывал работал с коллегами и когда я был в офисе случилась такая ситуация на я кушал спокойно в местной кухне и булочка раскрошилась ну раскрошил насвинячил немножко ну и я так пока никто не видит салфеточки крошки сгреб и аккуратненько ведерко но меня заметили да и местный житель закричал неожиданно причем из-за спины на канадском языке язык сложный look look at what he's doing я уже такой замер но он here will be doing this никто здесь так не делать я такой блин насвинячил попался международный скандал оказалось он кричал от восторга он кричал от восторга в виду лад здесь никто за собой не убирает ты хитис кто убрал за собой крошки да то есть вот этот вот культурный код он зачастую является где-то в глубине нас и мы даже его не осознаем но мы пошли дальше достали определение слова культуры что же такое культура совокупность материальных и духовных ценностей которые можно передавать из поколения в ах вот оно что да то есть культура подразумевает некие артефакты а у нас культура управления данными а мы вендор да какие же культурные артефакты мы уже создали а нам есть что рассказать мы области управления данным занимаемся давно уже в сумме на более 15 лет и нам очень приятно рассказывать что есть книги до доступные российскому читателю в которых мы приняли участие если библия управление данными дамы бог мы участвовали в переводе на они сами писали признаемся просто помогли с техническим переводом на русской язык но читатель с трудом воспринимает эту книгу написано сухим таким языком и мы пошли дальше на сотрудники нашей фирмы написали собственную отечественную книгу ценности ваших данных которая пользуется заслуженным успехом если вы до сих пор ее не видели обязательно обратите внимание мы создаем множество статей до пишем это тоже культурные артефакты однажды мы даже оставили культурный след в отчетах гартнера сейчас об этом неудобно говорить недружественное аналитическое агентство совсем недружественное но культурный код мы свой оставили и мы делаем вебинары выступаем перед студентами в конце концов есть онлайн документация да и это все тоже культурные артефакты которые нам будет не стыдно передать следующему поколению и нам приятно видеть что и другие вендоры работают в схожем с нами направлении есть у нас и культурный артефакт знакомый многим уже мадагаскарский глаза ух да он стал талисманом это олицетворение напомню редкого зверька которым является вендор в россии вендоров очень мало ребят мы придумали такого персонажа мадагаскарского глаза ух и вот постоянно его берем с собой на выступление и это тоже культурный артефакт нужно же пора двигаться дальше следующее слово это управление напомните культура управления данными а что такое управление целенаправленное воздействие тра-ля-ля-ля-ля с целью получения необходимого результата то есть мы хотим из данных что-то получить да нам что-то от них нужно поэтому мы ими будем управлять и делаем мы это очень культурно мы как вендор часто слышим вопросы да приходят клиенты взбудораженные с горящими глазами и начинать спрашивать у вас есть есть продукты для управления данными есть есть дружище все хорошо целая продуктовая линейка вы можете внедрить вот это нам все один месяц а у вас есть искусственный интеллект который все сделает за меня и тут мы словами того канадского товарища говорим hold on hold on дружище присаживайся да нет не так быстро давай разберемся а собственно какими данными ты обладаешь чем ты собрался управлять есть такой постулат организации которые не понимают какими данными они обладают они не могут использовать эти данные как свой актив поэтому мы достаем диаграмму и начинаем рассказывать смотри дружище 5 типов данных операционные данные это то что чем обладает организация если там 100 оператор это у него там клиенты да если вот у нас на был клиент ржд это вагоны да если только это производство это номенклатура да у каждого клиента есть свой особый ценный актив данных который называется операционные данные но есть и другие да есть например темные данные dark data что это такое это данные которые получаются случайным образом например архив электронной почты сотрудников если с компанией там тысячи сотрудников тот большой архив и данные генерируются и даже хранятся да но насколько ценным является этот актив для компании данные бывают и сошел медиа сейчас очень популярно да и бизнес и физические лица все активно там сидят социальных сетях и появляется класса ушел дэйта но надо ли с ними разбираться в первую очередь мы задаем такие вопросы может быть начнем с операционных данных по порядочку разложим есть публичные данные там например игрюл и грипп адресная информация фиас гар а есть коммерческие сервисы ну например тут же spark который построен поверх игрюла и все это тоже можно использовать но мы горим дружище операционные данные фокус на них мы идем дальше мы говорим ты нас спрашивал про искусственный интеллект но в начале систематизация потом автоматизация не наоборот нельзя автоматизировать то что не систематизировано и мы предлагаем вот такой разрез типов данных уже по их области применению и назначению рассказываем что вот основные данные это там клиенты катар агенты поставщики там товар накладные позиции номенклатура это вот вот здесь актив основные данные на чем они строятся на что не опирается на справочную информацию на классификаторы на это мы выделяем в отдельный тип данных справочные данные метод данные тоже должны быть проработать что такое метод данные это данные о самих данных возьмем документ word там слова а мы посмотрим метод данные там количество этих слов тип файла это метод данный когда мы с этим разбираемся мы уже переходим к транзакционным данным говорим транзакционные данные опираются на основные данные не наоборот транзакционные данные то такая своеобразная летопись времен до изменилась 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 эти данные отразили какой-то факт истории и больше никогда не меняются основные данные живут более интересной жизнью они меняются трансформируются создается история этих переходов и последним этапом мы рассказываем про классификацию данных что на чем основывается в основе всего лежат мета-данной да на их основе уже можно построить справочные данные а те в свою очередь могут быть основой для основных данных и так далее и на этой диаграммы есть четыре основные зависимости которые обязательно нужно осознать что объем данных он растет сверху вниз да ну транзакционных данных больше чем основных данных но длина жизненного цикла она имеет обратную зависимость основные данные имеют огромный жизненный цикл а транзакционные данные они как я сказал очень скоротечны частота изменений опять-таки растет сверху вниз на например транзакционных данных их очень много а big day это еще больше но требования к качеству они обратно пропорционально они растут снизу вверх чем выше качество метод данных тем больше возможности получить успех управления данными чем круче основные данные тем больше вероятность получить успех управления данными если начинать управление данными с транзакционных данных с big data то велика вероятность сделать что-то что придется переделывать так какая же цель воздействие на данных помните культура управления данными управление это воздействие с целью получить что-то что мы хотим извлечь ценность да нам нужно получить ценности с данных а как это сделать как это сделать на помощь нам приходят современные разделы управления данных такие страшные аббревиатуры как dg mdm gtl dq мало кто разбирается что это вообще значит но я вам объясню простыми словами да есть термин dg руководство данными это по сути дела определить как делать правильные вещи все остальное то что на этой диаграмме mdm gtl это уже по сути дела процесс выполнения правильных вещей которые определило руководство данных и на пересечении этих направлений возможно извлечь ценность из данных и мы как вендор помогаем нашим клиентам мы создали целую продуктовую линейку которая закрывает абсолютно все разделы управления данными да это полноценная единственная в россии отечественная разработка это не построена поверху сорса эта разработка которую мы делаем уже девять лет в россии и нам приятно рассказывать что сейчас она стала действительно зрелой в первую очередь это флагманский продукт управления мастер данными universe mdm он уже много где времен внедрён используется в промышленных огромных внедрениях например в москве раз уж я приехал в москву это цифровой профиль москвича mdm жители всей москвы в том числе живут в нашей системе у нас есть прекрасный продукт новый руководство данными диджи он уже тоже себя прекрасно за рекомендовал и тоже имеет классные крупные масштабные внедрения в россии и мы по праву считаем себя лидерами отечественного рынка в области управления данными что мы единственные кто предоставляют одновременно продукты класса дг и мдм на одной платформе да у нас есть конкуренты которые действительно делают хороший продукт мдм кто-то делает хорошие продукты дг но вот такого конкурента которого делает то и другое как мы ну для нас к счастью для вас наверное к сожалению не существует пока у нас есть и более такие продукты компаньоны качество данных третий наш продукт и опять таки мы себя считаем визионерами поэтому мы выделили это в отдельный класс продукта не секрет что mdm и data governance имеют свои подразделы качество данных и они у нас конечно же там реализованы мы даже делаем качество данных поверх мета данных но для заказчиков которые предпочитают что-то вот такое необычное особенно где очень необычные правила качества мы создали собственный продукт который позволяет настраивать эти качества например и в том числе из внешних систем мы даже поддерживаем потоковый режим качества данных на мы не соревнуемся с какими-то отраслевыми стандартами например те кто чистит адреса или те кто работают с юрлицами они это делают прекрасно и мы не собираемся есть их хлеб но есть кейсы когда правило качество очень очень сложный и мы можем это объединить и в том числе гладко интегрировать с такими продуктами как mdm и gg ну и наконец наш последний самый маленький продукт smart etl вот он единственный построен поверх open-source apache night fire тут наверное это не только дань моде потому что все сейчас заворачивают apache night fire какие-то тель продукты но нам для нашей продуктовой линейки это жизненно важно мы хотим грузить данные как видите мы грузим бодро да мы хотим грузить данные с помощью собственного инструментария который бы был интегрирован с уровнем мета данных до наших продуктов mdm dg то есть нам нужна гладкая интеграция поэтому мы пошли по этому пути и завернули apache night fire свойственный метель продукт другие три продукта которые я упоминал это чисто отечественная разработка который не стыдно показаться крупным клиентам мы тоже проходим сертификацию в стек она у нас была в свое время сейчас мы ее продляем процесс долгий и нудный но это как бы жизненная необходимость среди наших клиентов появляется все больше бизнесовых компаний если раньше мы тяготели к такому государственному сектору или федеральным компаниям или около федеральных то за последний год у нас уже ведутся внедрения допустим строительной отрасли это пик и самолет наверное самый интересный кейс про который можно рассказывать долго это русгидро наша знаменитая гидро генерирующая компания вот как раз на их примере слайд сложный ну нету времени его раскрывать но обратите внимание на верхний уровень вот это их основные данные помните я рассказывал что основные данные для каждого клиента они отличаются вот для них это активы номенклатура и контрагенты их номенклатуре можно позавидовать да если вы вы видели классификатор русгидро то там можно защитить не одну докторскую диссертацию и все это построено уже и работает на наши продуктовой линейки в продукции конечно же кейсы клиентов раскрывать можно бесконечно но мне сегодняшнее ваше внимание хотелось именно заострить на культуре управления данным чтобы все вышли отсюда с пониманием что же такое управление данными да и что есть в культурной столице люди которые в этом знают толк собственно почему мы да кто мы такие мы вендор да мы как и арена дата позиционируем себя вендорами мы производим софт мы производим коробку мы не занимаемся кастомной разработкой и самое приятное что мы играем в долгую вот знаете кто дольше всего живет на свете есть какие-то варианты кто дольше всех живет на свете черепахи правильный ответ я когда тренировался у себя сотрудниками тоже был ответ черепахи но я спрашивал про людей а дольше всех живут на свете селекционеры коллекционеры дирижеры и ученые почему да потому что их горизонт планирования не помещается в длиной в жизнь у них столько планов на женщина не хватает понимаете и вот нам как вендору наш road map самый длинный road map me возможно мне не хватит жизни чтобы реализовать наш новый баб но вы помните да мы подготовились культурные артефакты их можно передавать из поколения в поколение уж наш это потомки точно реализует наш road map до конца у нас есть партнеры мы не стараемся не внедрять напрямую в первую очередь это наш любимый дис дисгрупп наш мастер-дистрибьютор но и здесь видите на слайде и другие партнеры которые с удовольствием занимается внедрением наших продуктов ну и в конце под завязочку я вам покажу завораживающую картинку лично меня она вводит в транс вас в трансовое состояние знаете что такое транспортное не пугайтесь просто это когда аналитические центры в мозгу и видят не то что видит органы чувств ну например чек смотрит на огонь долго до долго смотрит потом уже видеть не огонь а какие-то образы вот эта картинка вводит меня в трансовое состояние а это и есть космический парусник universe data который летит в межгалактическом пространстве чтобы исполнить свою миссию да да у у нашего корабля есть миссия и какая вы думаете эта миссия так точно капитан построить культуру управления данными для эффективного достижения целей наших клиентов и если вы до сих пор еще не управляете своими данными тогда мы летим к вам спасибо спасибо большое владислав как всегда ярко живо коллеги вопросы владислава пожалуйста спасибо а вопрос такой а вы собираетесь вашему роду мэпи делать продукт в категории продуктовый каталог 0 вот пим продукты вопрос понятный да я поясню для зрителей то есть есть каталог данных это там где мы с коллегами конкурируем да у них каталог данных наш продукт называется да это гармс ну на самом деле у них у нас есть бизнес глоссарий и дата каталог но вопрос про продуктовый каталог согласно классической методологии кто-то это называет mdm системы а кто-то выделяет действительно в отдельную категорию продуктов который так называется пим да и вот например мы выходцы из информатики у них это было два разных продукта был им дем классический хаб это вот как наш и был пим который был заточен например на ритейл отрасль вот поэтому мы идем по пути универсализма да мы хотим продавать наш продукт абсолютно во все предметные области но мы стоим на пороге создания вертикальных решений и вот одним из них как раз и станет то что называет пимом на такая вот разная классификация но как я сказал в начале систематизация потом автоматизация так и здесь вначале универсальный mdm хаб который проверен на работает и теперь мы готовы создавать вертикальные решения потому что бизнес зачастую хочет конкретики да то есть не просто mdm общего толка а пим да например для ритейла а и и